Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Полина, я студентка 5-го курса художественно-графического факультета. Сегодня я вам немножко расскажу о живописи, о вообще, что такое живопись, чем, какие материалы используются, что такое церковно-историческая живопись, вообще церковная живопись, что такое каноны, и какие материалы используют художники, именно которые занимаются иконописью, например, или росписями в церквях, какие материалы используют они. Итак, начнем с первого, это что такое вообще живопись. Живопись это то, что мы хотим запечатлеть какой-то фрагмент, да, красками, например, или какими-то материалами, например, графическими. Первое, что самое важное в живописи, это рисунок. Рисунок выполняется карандашом, например, или углем, но я, учитывая, что моя аудитория больше, наверное, как школьников, и вам, наверное, привычно делать это все карандашом. Используется простой карандаш, потом делается подложка, как бы такая, да, для нашего рисунка, уменьшается все сначала легкими линиями, так, чтобы можно было стереть, потому что в дальнейшем вы будете уточнять, и уже потом, когда рисунок будет готов, вы уже понимаете, что ничего добавлять уже не нужно, исправлять ничего не надо, что вы уверены в том, что вы нарисовали, что все ровно, все так, как вы представляли, все правильно. Тогда карандаш слегка лучше, если это, допустим, гуашь или темпера, да, вы, скорее всего, будете рисовать гуашь или темпера, так же можно еще брать акварель, но я думаю, что вам удобнее, наверное, это все-таки гуашь или темпера, еще можно акрил. Я потом чуть позже расскажу, чем отличаются они друг от друга. Значит, мы карандаш немножечко убираем, но так, чтобы рисунок мы видели, чтобы было не выходить за контур, например, вот, этот рисунок, значит, мы уже начинаем раскрашивать тем материалом, который мы уже хотим. Это, вот, как раз это, что я назвала, это гуашь, темпера и акрил. Итак, что касаемо материалов, значит, пройдемся по материалам, которые вам понадобятся. Ну, как я уже говорила, это гуашь. Вот она, продается во всех, в принципе, в Оптимиссе, в Спектре, в разных других художественных магазинах канцелярских, вот в таких баночках. Так, дальше, я говорила, это темпера. Вот она продается вот в таких тубусах. Я не рекомендую их покупать темперу в наборе, потому что это будет очень дорого. Лучше купить, ну, буквально 3-4 краски, которые вам нужны, которые можно между собой смешивать, да, я думаю, если вы проходили ИЗУ, там, можно некоторые краски смешивать и получать новые. В принципе, темпера позволяет, смешиваются друг с другом, смешиваются хорошо. Вот. Далее это кисти. Ну, у меня не все, конечно, номера есть, но вот, значит, это примерно где-то семерочка. Кисти берите подвижные. Это должна быть синтетика. Я думаю, если вы придете и скажете, что вам нужна синтетика, вам сразу подберут все, что нужно. Дальше, так, номер 7, номер 5, номер 3 и единичка. Я думаю, в этом вполне достаточно. Можно даже обойтись, в принципе, без семерочки, но я думаю, чтобы проще было покрыть фон, фон лучше покрывать ну, какой-то большой, широкой кисточкой. Более широкой, чем остальные. Так. Еще у меня есть акрил, но он тоже продается. Он, в принципе, выглядит так же. Так же выглядит, как и темпера. Просто они различаются составом. Я еще хотела вам рассказать, чем отличается все-таки гуашь от темпера и акрила. Темпера и акрил, они схожи между собой. Просто самое прочное из красок это акрил. Акрил можно наносить на любые поверхности, вплоть до металла, в общем, абсолютно любые, на деревянные. Поэтому акрил я очень часто использую вообще в последней жизни, чтобы там, допустим, где-то скол какой-то на мебели, и акрил легко все покрывает. Если сверху покрыть еще акриловым лаком, то это вообще навсегда. Можете царапать, что угодно делать, это не сдерется. Темпера, она очень похожа на акрил. Составляющая тоже там, единственное, что в составляющие темперы входит яичный желток. Поэтому в церковной, как сказать, жизни темпера ценится очень хорошо, так как она, в принципе, раньше в древности иконы делались темперы. Как раз мешались, естественно, вручную все краски, добавлялся тот самый яичный желток. Вплоть до наших дней эта технология сохранилась. Гуашь, она есть, конечно, покрывные специальные лаки, чтобы гуашь не размывалась, потому что если вы нарисовали гуашью какую-то работу, то вы можете на нее пролить воду или капнуть, или там, я не знаю, ну, из кисточки может капнуть вода, это все мгновение может произойти, нельзя это предугадать, поэтому она с ней хуже убирается вода. Есть темпера, вы когда рисуете, и она буквально за несколько секунд сразу же высыхает на том месте, где вы нанесли, и вы можете капнуть, и в принципе ничего не случится, вы спокойно уберете воду, все останется на месте. То с гуашей такого не произойдет, гуашей она сразу же уйдет с бумаги. Вот, поэтому я, конечно, вам предпочтительнее говорю, что лучше покупать темпер, но покупайте ее, как я уже повторяю, повторяюсь, опять же, покупайте, допустим, цвет красный, вам, я думаю, тоже всегда будет нужен, желтый, синий, это самые основные в принципе спектральные цвета, которые находятся в середине спектрального круга, ну, можете синий брать, там есть разные названия, например, кобальт, синий, или ультамарин, это вы уже, там в принципе без разницы, они различаются тем, что один чуть светлее, другой чуть темнее, но я думаю, там в принципе в любых магазинах вам дадут посмотреть, как он выглядит на бумаге, если что, вы можете посмотреть. Так, что еще хотел сказать, ну, палитра, обычная палитра, но я думаю, если вы будете делать темперой, то, конечно, лучше брать палитру плоскую, потому что, если гуашь, она легко смывается водой, то с темперой такого не произойдет, темперу надо соскабливать с этой палитрой, и не берите палитру в ячейках, потому что, если вы возьмете палитру в ячейках, и забудете темперу вовремя смыть, или в принципе она вообще засыхает очень быстро, и ее надо оттуда будет либо железной щеткой выковыривать, либо просто вы выкинете эту палитру. Поэтому я вам советую купить, есть деревянные палитры специальные, которые вы можете в принципе снять ножом тем же самым, и вы можете дальше в дальнейшем эту палитру использовать. Значит, бумага, какая вам нужна будет бумага? Бумага, есть разные, есть бумага для черчения, это гладкая просто бумага. Вы можете в принципе использовать. В принципе, бумага тут не особо какая-то предпочтительная, тут, наверное, смотря как ваше предпочтение, да, я не могу за это, это как вам будет уже нравиться. Можете взять бумагу, цельная есть для живописи, именно, как-то не для живописи, а акварельная, вот, она с ячейками, но она больше подходит, наверное, для акварели, я думаю, для гуаши, в принципе, можно и гладкую. Есть еще очень хорошая бумага, яичная скорлупа, она как раз-таки имеет рельеф, и в то же время она и гладкая. На нее, в принципе, очень хорошо ложится и гуаш, и акварель, и акрил, и темпер, первый общий любой материал, поэтому можете взять ее, но это на ваше усмотрение, можете взять и обычную, простую. Теперь о живописи церковной, я хочу немножечко рассказать, она отличается немного от обычной живописи, да, если мы в обычной живописи берем и что-то рисуем, так как мы видим, так как мы хочем, то в церковной живописи такого не может быть, потому что там есть определенные правила, определенные каноны, они называются так. Это как бы свод таких правил, допустим, если вы хотите изобразить какого-то святого, то он изображается во каких-то определенных атрибутики, это может быть плащ, это может быть платок, это может быть какой-то скипетр, тот же самый, или, ну, в общем, разные это может быть, поэтому лучше, конечно, прежде чем вы хотите изобразить какого-то святого, лучше, конечно, поизучать, посмотреть что-то в интернете, как делают на иконах вы изображает того или иного святого, в каких красках, ну, и прежде чем изображать святого, да, я вам, конечно, рекомендую посмотреть в интернете, как он изображается, на иконах или, там, например, на фресках, я хотела вам вам показать, как это делают художники, да, изображает святых, покажу поближе, чтобы было видно, да, прекрасные образы, это, значит, святой Максим, спас нерукотворный и икона святого Георгия, вот как раз можно определить, вот видите, здесь три святых, но Иисуса всегда изображает вот так, особенно, если спас нерукотворный, это обязательно ткань какая-то, или могут просто, без даже ткани, некоторые художники тоже изображали так, ним обязательно, и вот эти вот его символика, это то, что определяет Иисуса Христа, то есть если вы увидите на цветы вот именно такой как бы крест, то это точно Иисус Христос. Далее, значит, некоторых святых изображают со свитками, здесь, но Георгия Победоносца всегда красная плачаница, всегда это копье будет, ну и разные другие, какая-то атрибутика, ну то есть вот это уже некоторые художники по своему усмотрению делают, да, в одеянии именно его щиты. Я хотела еще показать три картины, которые уже не иконы, но тоже изображение святых, здесь уже, ну вот я покажу вам, три святых, значит, первый это Архангел Михаил, это образ Богородицы, так, и следующий это Святой Георгий, вы видите, как раз таки опять красная плачаница, опять же копье, Архангел Михаила тоже часто и соображают так же, как и Георгий, только Архангел Михаил, у него главная атрибутика это крылья, вот, здесь уже человек не использует уже какие-то символики определенные, потому что это не икона, это уже картина, так же и вы можете сделать, вот наподобие, то есть еще одна прекрасная картина, она мне нравится именно своим колоритом, потому что она не похожа на те, которые предыдущие были, но это уже тоже икона, вот замечательная икона, видите, колорит такой уже более сдержанный, более такой пастельный, мне нравится, конечно, больше, это Воскресение Христово, и вот вы можете уже обратить внимание, что вот здесь над Иисусом Христом как раз таки нимб и тот самый вот этот крест, это сразу понятно, что в середине это Иисус Христос. Изображения святых не всегда похожи на людей, потому что главный принцип в иконе это то, что святой это уже не человек, это что-то другое, поэтому часто отходят от схожести с человеком, сделать большие, более глаза, вытянутое лицо, тонкий нос, маленькие губы, то есть делать все то, чтобы меньше напоминало человеческие образы, больше напоминало какой-то более святой, то есть более другой. Так, ну еще что я хотела вам сказать по материалам, которые используют иконописцы, например, или те, кто расписывает стены в церквях, это либо темпера, либо масло. Ну масло, конечно, часто используют на иконах, не на стенах, на стенах это, скорее всего, бою темпера или краски ручной, которые сами делаются. Вот, но я думаю, масло это более уже сложное, более дороже, чем темпера и акрил, вот, поэтому вам не рекомендую, вам рекомендую взять темперу, которое я уже вам ранее рассказывала. Ну вот, в принципе, и все, что я могу вам сказать. каноны вы можете все, в принципе, найти в интернете, слот правил, и, конечно, пробуйте, изображайте, рисуйте больше. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok